Мы приветствуем Дмитрия. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке? Доверит ли он нам свой биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо, посмотри визуально, что мешает сканированию. Да, мешает. У него сапоги темные на ногах и на руках, как перчатки. И отдельно еще на шее, на шее такой металлический какой-то круг, и от него идут вниз такие как лучи, что ли. Хорошо. Силой моего намерения эти сапоги и перчатки выходят из биополя Дмитрия и отправляются в клетку-тюрьму. Готово. Сканер просканирует этот круг над головой, подсвечивает все сопутствующие чипы-датчики, импланты и конвекторы, связанные с ним. Сканер их видит, отключает, полностью выводит из биополя. Пошел процесс. Это на шее. Хорошо. На шее выводит этот круг. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дмитрия, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дмитрия, находит все. У него демон. Какой? 11. Демон 11. Дальше. Гуманоид. Откуда это гуманоид? Серьезно. Сколько ты находишься в этом биополе? Три недели. Сколько находится демон в этом биополе? Это гуманоид. Он сказал 21 день. Три недели, да. А демон его сводил на рыбалку, как он говорит. Объясни. На сапоги ему одел, чтоб не промок. А на какую чистоту ты зашел? Что тебя заинтересовало? Боль идет, слово. Еще что-то есть. И что, что еще? Боль, понятно. Хорошо. Еще что? Здесь расширенное такое чувство одиночества. Как будто ему поговорить не с кем. Он в себе внутри додержит. А демон с удовольствием общается, да? Да. На рыбалку вот свозил. Дал сапоги, чтоб не промок. Хорошо. И сколько ты говоришь, ты находился в биополе? Около двух месяцев. Два месяца. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Дмитрия спроектирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Выстраиваются также каналы к артефактам демона и гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкоаберационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Дмитрию. Силю потоки в 50 раз. Какая цель твоей подключки гуманоид? Душа. Ты воровал уже души? Частички души? Нет. Сканер, дай мне по умству души Дмитрия на настоящий момент. Сто процентов. Хорошо. А ты не подумал о том, что он не хочет с тобой делиться своими частичками души? Не приходила такая идея? Или ты считаешь себя творцом? Да, именно так он и считает, и ему это нравится. Дело в том, что творцы не попадают в тюрьму, а ты попадешь сегодня. Реверс закончился. Посмотрим, как твое настроение после этого будет какое. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Дмитрий забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Дмитрий из себя обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилий потоки в 50 раз. Забираем из всех артефактов, гуманоиды и демона, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. На чистоте Дмитрия мощным потоком пошли назад. Усилий потоки в 50 раз. Этот гуманоид, он очень наглый. Он говорит, что я выйду из тюрьмы, а вы мелкие людишки. А вы мелкие людишки, как были, недоразвитыми, так и останетесь. Хочешь нападать на вас, хочешь управлять, хочешь внушать, что хочешь, что делать. Я сейчас не уверен, что ты выйдешь из тюрьмы, потому что ты туда просто не попадешь. Потому что в моих руках появляется шар с живой плазмой. Хорошо, гуманоид, мы дошли до этой черты. Я вижу, ты не понимаешь, куда ты попал и что с тобой здесь может случиться. Ты считаешь с позиции... Он говорит, вот он напугал. Это фейк. Это фейк? Конечно, откуда у тебя такие энергии? Которые мне дали военные? Ты это спрашиваешь? Я не спрашиваю. Ты уверен, что это фейк? Если это фейк, ты готов его взять? Мне не нужны твои подачки. Он наглый такой. Влад, дай ему удар. 250 тысяч герц, сделай в нем дырку. Удар. Эй, не смей так делать. Открывай поток любви абсолютно. Надо его клеткой немного просвечить. Просветю тебе мозги. Там света мало. Убери эту гадость. Ты меня сожжешь. Я теряю энергии. Ты же творец. Ты же все можешь. Убирая, выключая свет. Что такое творец? И плазма тебе кажется фальшивой. И свет тебе не нравится. Тебе никак не угодишь. Он плюется. В кого? У него энергия абсолютная. Он от них отплевывается. Ну хорошо. Они прошли через него. Ну вот, осветилась немножечко. Правильно? Твоя темная сущность. Паразит космический. Он говорит, гадость, гадость. Вот она на тебе сегодня останется. А еще я сегодня могу дать ангельской энергии, чтобы подсветить тебе. Хочешь ангельской энергии? Нет, он не хочет. Вот, видишь? Так, Вера, где мы остановились? Он с ним бесполезно разговаривает. Вернулась. Все же все забрали. Хорошо. Скэнер просканировал сейчас Дмитрия на частоте гуманоида. Его артефактов не осталось ли что-то, что мы не вытащили. Все невидимое становится видимым. Пульсирует. Скэнер видит и выводит. Ну нет, у него был вот этот ошейник. И от него как лучи шли. И на конце капли таки это все вместе вышло. Демон. Что-нибудь осталось, что я еще не вытащил на твоей частоте? Все вытащил. Все вытащил. Хорошо, идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Дмитрия с демоном, гуманоидом и их артефактами. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Гуманоид жаловаться на тебя будет. Ты его отравил. Ты же меня вообще не воспринимал серьезно. В чем проблема? Я тебе даже плазмы живой не успел дать. Как ты уже начинаешь жаловаться. Полиция будет жаловаться на тебя. Полиция. Я тебя туда отправлю, вот прямо там и напишешь жалобу. Закончилась рассинхронизация. Мне интересно, как ты будешь мотивировать. Каким законам мироздания, разрешающим тебе приходить и воровать чужие энергии. Вот это мне интересно. Нет, это ты пришел. И воровал мои энергии. И я на тебя не нападал. Хорошо. Не знаю, куда тебя сдать. Или в межгалактическую полицию, или сразу военным. Я думаю, военным тебе лучше отдать. А? Как ты считаешь? Тео, что будет точно заинтересуется. Вот ты спросишь у них, откуда у меня живая плазма. Уже не весело гуманоид? Он говорит, что его лечить надо. Наполнять энергиями. Ему нужно. Никто тебя лечить не будет. Не легче тебя утилизировать, чем тебя лечить. Мы рассинхронизацию провели, Вера. Да, закончилась. Включая внутренний белый свет, Дмитрий этим светом выдалит из себя все негативное патогенное низкоабрационное чужеродное. Находящийся в его биополе, свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Ему вот этот ошейник давал какие-то безнадежные чувства, чувства отчаяния, депрессивные чувства. Я его могу перепрограммировать за 2 секунды, одеть на гуманоида и включить на откат 80% энергии. Все это займет 15 секунд. Вышла шарик. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И даю команду сканера на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Ну что ж, жалкие людишки решили с тобой дальше поиграться, гуманоид. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связи. Ли, на связи. Ли, посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид Сириуса 3 недели сидел, установил подключки свои, они находятся в клетке, там круг был, ошейник на шее. И он еще собирается на меня жалобу написать, поэтому... Ну она же жалуется, он на себя показывает, говорит, что это ты сделал. Да, это я сделал. Разрушил его тонкое тело. Оторвил. Ой, бедный гуманоид, все его обижают. Ли говорит, что сейчас полечим и забирает его. Видишь, полечит тебя и тебя вылечит. А этот ошейник тоже забирает. Благодарю тебя. Готов. Хорошо, демон, ты готова уходить? Демон так смотрел на это все. Да, он готов. Не видел такого никогда? Не был еще в клетке на таких высотах. Ну, комфортно было. Ну, мы защитили тебя от всех энергий, которые здесь находятся. Хорошо, демон, ты объяснил причину своей подключки, ты объяснил, на что ты зашел. Я прошу больше не приходить, я надеюсь, Дмитрий сделает выводы и будет защищать свое биополе. Ты не видел никаких защит в его биополе? Ни намерения, ни меркаба, ничего не видел, да, демон? Внутренняя скрытость и вольфра убивает их, и я могу этим пользоваться. Дает мне доверку. Понятно, это ценная информация. Хорошо, скажи мне еще, есть где-нибудь затемнение в биополе Дмитрия? Да, есть. Где? Он на тело показывает, от сердца вниз. Хочешь забрать это затемнение? Давай. Выходи и забирай, возвращайся назад. Это затемнение называется проблема, которая мучает его. А не одной и той же энергии эти затемнения. Понятно. Это от боли связано, от болезни? Да, готов. Хорошо, демон. Готов уходить? Готов. Открываем внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает что при нем? Нет, ничего не забирает. Демон уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Под сапогами и перчатками открывая воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Через пять минут другому оденет. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом. Дмитрия проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкая аббрационная эмоциональная энергия. Им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Но он вышел, он формой как человек вышел. У него вот эта энергия, она через него таким волной такой внутри, как полоса проходит. И вокруг нее вот эти негативные энергии. Изолированность, одиночество, боль, еще какие-то были там нервозность. Нервозность. Это все вокруг вот этой вот проблемы, как я обозначил. Понятно. Вышло оно? Да, в такой фантом вышло. Открываю, спрашиваю Дмитрия, готов ли он расстаться с этими энергиями, которые он сам сгенерировал? С удовольствием рассталась. Сворачиваю эти энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Интересно, сколько же находился этот фантом в его биополе, если он сформировался уже? Хорошо, поехали по частотам. Пусть тонкая копия Дмитрия вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Дмитрия до числа значения 720 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Идем дальше. Переходим к лечению. Скеннер, включи медицинскую программу и просканируй желудок и кишечник Дмитрия на предмет тесмоидной опухоли в районе кишечника. Эта проблема подсвечивается красным цветом. Я вижу ее. Хорошо, скеннер, вырежи эту опухоль вместе со всеми клетками, которые поражены, выведи это все из биополя. Приступай. Ну, здесь появляется что-то не острое, а тонкое в виде лезвия или нитки. У скеннера? Да. Хорошо. И она ее не просто вырезает, она ее, то есть она делает такие, как небольшие надрезы и ждет пока. Выйдет. Оттуда выйдет, как корни. Правильно. Ну, как дерево растет, поэтому надо так и вытаскивать. Готово. Вывел. Он отрезал. Отрезал, это вышло? Вывел корни, да, но вышло, она висит. Хорошо, открывая воронку в галактическое ядро под этой опухолью, она уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Заполняем это больное место, направляя здоровую биомассу в место, где проведена операция. Один, два, три. Она как зашивает там, где были корни. Хорошо. Это все делается на тонком плане. Он должен представлять это на физическом. Готово. Хорошо, мы закончили. И мы еще идем до информации. Да. От его куратора. Куратор может прийти, если он хочет. Да, но здесь та женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эсеренному коду ДНК. Приветствуем вас, уважаемый куратор. Представьтесь, пожалуйста, как к маме обращаться. Приветствую. Благодарю, что пригласили меня. Мое имя Майла. Майла, приветствуем вас. И я бы хотела добавить один небольшой момент, который поможет душе убрать проблему, как вы ее обозначили. Она показывает вот этот стержень, который был, в фантоме вышел. Она показывает, что его ломать надо. Его нужно представить как тростник, свизуализировать его. То есть когда боли или эмоциональное состояние нехорошее от боли. Нужно представить эту проблему, боль, как вот этот такой тростник. Но я палку не скажу, он такой тонкий очень. Сухой тростник. Да, который можно спокойно переломить на несколько частей и уничтожить, сбросить галактическое ядро. Очень хороший совет для визуализации. Благодарю вас. Ну и безусловно, конечно, заправка, направление своих родных энергий в больное место ему тоже должно помочь. Безусловно. Он должен работать со своими энергиями, иначе никак. Мы убрали сейчас все, что ему мешает. Все остальное. А еще он должен помнить, что там больше нет корней. Проблема удалена. И если он будет это проектировать на свое биополе и физические органы, это очень поможет уничтожить, уменьшить и засушить проблему. Так как наш мозг в состоянии исполнять любые команды, как деструктивные, так и положительные команды. И, соответственно, если он будет постоянно думать в плане негатива, об этом он может вполне материализовать опять эту проблему или какую-нибудь другую. Все безусловно верно. Благодарю вас, уважаемая Майла. Что-то еще хотели добавить? Это самое главное. Все остальное дополнительное. Благодарю вас. Один нюанс остался. В этой комнате диагностики у нас есть очень добрая традиция. Всем кураторам, учителям, которые приходят к нам сюда, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение куратора Майлы. Будет ли она так любезно принять этот подарок, скромный подарок, знак благодарности за ее визит и помощь своему подопечному. Правильно заметим. Это очень добрая традиция. И я ее уже знаю. Я с удовольствием приму этот подарок и добавлю от себя. Чтобы помочь своему организму, можно пить заваренные травы. В них должны находиться лист, лист малины, шелфей, мята и обязательно немного полыни. Горькая полынь убьет те микробы, которые несовместимы. Она показывает опухоли, которые кишит ими. Понятно. Идут в разрез его в организм. Очень маленькое количество. Не нужно переборщить. Нужно найти правильное количество. Совсем небольшая ветка или цветок полыни. В большом количестве мяты, малины и шелфея. Отличный совет. Отличный совет. Я благодарю вас, Майл, за этот совет. Я увидел прямо, как оно работает. Все. Это мы передадим обязательно эту информацию Дмитрию. И надеемся, что в ближайшем будущем он выздоровеет, избавится от этой болезни. Будет работать над собой. Благодарю я вас. Примите искреннюю благодарность от нас всех на этом месте. Я говорю, до скорой встречи, уважаемый куратор Майла. Возможно, когда-нибудь еще увидимся. Чтобы лечить других, нужно самому быть здоровым. Это верно. Благодарю вас за эту встречу. Во благо. И я бы очень хотела, чтобы эта душа правильно поняла испытание болезни. И не относилась негативно к этому. Это то, что нужно пройти, чтобы быть сильней и нести свет другим. Благодарю. И рассинхронизируйся, Верочка. Хорошо, Дмитрий, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Счастливо чувствую. Знаю свою следующую задачу. Продолжайте. Моя цель выздоровления. Так и есть. И понять этот урок, для чего он был дан. Как и заметила ваш куратор Майла в последнем своем предложении. Потому что болезни нам даются для того, чтобы мы над чем-то задумались. Вот. И опобедив эту болезнь, мы выиграем. Хорошо. Будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии сейчас перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Дмитрия в его систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и извилиненьки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!